Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня Значимых городских, да и не только событий случилось немало Вот краткий анонс сегодняшнего выпуска Откройте, мошенники! Учислились случаи обмана одиноких пожилых людей Даешь приют! Участники митингов в поддержку создания городского приюта для бездомных животных Обратились с просьбой к властям У природы нет плохой погоды Как бороться с изменениями? Советы специалистов Ну а теперь обо всем подробнее Начнем с оперативной информации, поступившей от регионального управления МЧС Утром на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселках Борки Пожар начался около 8 часов утра Практически сразу жители деревянного общежития позвонили в региональную службу спасателей На место прибыли 15 пожарных и 5 единиц техники По предварительной информации площадь пожара составила 120 квадратных метров Довольно быстро огнеборцы локализовали и погасили пламя Причины возгорания сейчас выясняются Ну а рязанские следователи сообщили о раскрытии убийства 84-летней жительницы Ряжска Тело пожилой женщины обнаружили еще в конце сентября этого года в своем доме Подозреваемые в убийстве это 21-летний местный житель и его 37-летняя знакомая Молодой человек уже заключен под стражу, а женщина объявлена в розыск По данным следствия вечером 27 сентября 2014 года Подозреваемые тайно проникли в дом пожилой женщине и похитили 500 рублей В ходе дальнейших поисков денег в доме и ценных вещей Они столкнулись с хозяйкой, которую избили После этого подозреваемые покинули дом, а потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась В ходе расследования уголовного дела следствию стало известно, что молодой человек В августе и октябре этого года совершил еще два ограбления пожилых жительниц города Ряжска А его напарница подозревается в краже из дома погибшей в августе этого года 40 тысяч рублей В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений А также сборы и закрепления доказательственной базы Подозреваемый задержан в отношении молодого человека судом по ходатайству следователя Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Подозреваемой удалось скрыться и в настоящее время она объявлена в розыск Расследование уголовного дела продолжается Преступления в отношении одиноких, да и не только пожилых людей, к сожалению, в наше время отнюдь не редкость Причем злоумышленники пользуются как просто доверчивостью пенсионеров Так и придумывают довольно хитроумные схемы по отъему денег у ничего не подозревающих стариков В последнее время к нам в редакцию стали обращаться жители, знакомые которых стали жертвами различных аферистов Об основных приемах, которыми пользуются злоумышленники, расскажут люди весьма осмотрительные, профессиональные и юридически грамотные Предновогодняя пора – это время исполнения желаний не только добропорядочных граждан, но и преступников Играя на вере в волшебство, мошенники добывают медицинские данные рязанцев, звонят и обещают исцеление Обманывают их, заявляют о том, что жить осталось этим людям совсем недолго У них страшные какие-то заболевания В ряде случаев это онкология, в ряде случаев какие-то другие заразные заболевания И говорят, что необходима срочная операция, но в порядке исключения они могут им помочь альтернативными методами То есть выделить какие-то дорогостоящие лекарства Схема аферы проста Мошенники объясняют клиенту, что, мол, только сегодня есть шанс получить лекарство со скидкой Деньги предлагают перечислить на реквизиты в банке Когда счет оплачен, вместо панацеи можно ждать только горькую пилюлю Если телефонного звонка недостаточно, преступники идут на радикальные способы обмана На различных семинарах, конференциях, круглых столах, на которые приглашают, как правило, пенсионеров Им дают либо попить чай, либо кофе, либо какие-то конфеты После которых они говорят, Олег Николаевич, мы перестали осознавать значение всех действий, которые происходили вокруг нас И предложение где-то поставить подпись для нас, ну просто это, ну невинность какая От рекламы в интернете до листовок в подъездах уловки окружают нас дома и на улице В сладком обещании скрыта потенциальная угроза Редкие крема и чудо-пилюли оказываются товарами из соседнего магазина, но со стопроцентной накруткой Различные кремы, которые вам предлагают, если посмотреть в интернете, они стоят не более 7 тысяч рублей, а не 80 тысяч рублей Ножи, которые предлагают за 20 тысяч, которые вечные, в коробочке, красивые Опять они не 24 тысяч рублей стоят, а 1200 Поэтому начинайте, уважаемые рязанцы, к Новому году беречь свои деньги и свои нервы И если какие-то возникают вопросы, мы всегда готовы прийти к вам на помощь А следующая тема касается не только людей преклонного возраста, но, как считают доктора и более молодых людей Ухудшение своего самочувствия от резкой смены погоды, согласно данным российской статистики, испытывают почти три четверти жителей страны Рязанцы, конечно, как и все соотечественники, не лишены подобных неприятностей Сколько среди горожан метеочувствительных людей и как бороться с последствиями изменений в погодных условиях, узнавал Михаил Шибанков Жители города жалуются на плохое самочувствие, связывая его с неблагоприятной погодой Особенно страдают метеочувствительные пожилые горожане, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией Впрочем, на упадок сил и скверное настроение влияет, по словам медиков, в том числе и короткий световой день Сейчас очень такой период времени, года, ну будем так говорить, вообще для здоровья не очень благоприятный Почему? Потому что очень мало солнечных дней Вот эта пасмурная погода, да, а тем более, когда выходит человек на улицу и вот такое поздняя-поздняя-поздняя осень, которая никак-никак не перейдет в зиму Черные деревья, черная земля, нет солнечных дней, это все приводит к таким депрессивным настроениям И вообще вот человек, он же должен видеть солнце, чтобы активно жить и радоваться этой жизни А когда солнца вообще нет в течение дня и дни очень короткие, конечно, это неблагоприятно сказывается Особенно это характерно вот для пожилых людей, для пациентов, которые страдают с сердечно-сосудистой патологией Мало того, что они вообще сами по себе больные люди, да, но тут еще вот такая вот депрессивная погода Рязанские синоптики обещают, что вскоре погода изменится, выпадет снег, температура незначительно повысится Рязанская область будет находиться на западной периферии антициклона Характер погоды меняться будет мало Из-за высокой влажности и близости малоактивных атмосферных фронтов Всю неделю небо будет затянуто облаками Местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега Днем 9 и 10 с мокрым снегом В отдельных районах возможен гололед и налипание мокрого снега Ближе к выходным, а точнее уже в воскресенье С ростом атмосферного давления вероятность осадков уменьшится Температура воздуха, преобладающая ночью минус 3-8 градусов Днем 0-5 В Рязани ночью минус 5-7 Днем в Рязани около 0-2 градуса Мы спросили у горожан, как на них влияют неблагоприятные погодные условия и резкие климатические изменения Плохо Голова кружится Шум в ушах Дальше, допустим, ночью встаешь Переворачиваешься Чтобы с одной стороны, с другой головой вот так вот кружится Очень плохо Погода отрицательная Тем более в таком возрасте У меня давление, конечно, влияет Перепады Бывает давление Очень плохо Вот сейчас глаза у меня, понимаете, болеют Болят Я куда додеваться Давление скачет и голова болит у меня Чувствуется, да, чувствуется Ну, надеемся, что будет лучше Погода как на меня влияет Ну, иногда влияет, да Когда чувствую себя плохо На здоровье как-то это отражается? Конечно Когда низкое давление, то и у меня давление повышается Да, я метеочувствительная, да Настроение у меня зависит от погоды Сегодня, тем более, что переболела немножко простуда Не важно себя чувствовать Но надеемся на лучшее Врачи-специалисты советуют пожилым людям следить за артериальным давлением Молодому поколению побольше заниматься активными физическими упражнениями Ну, а офисным работникам надо почаще проветривать рабочие помещения Ну, а теперь о другом Вчера в воскресенье в Рязани прошел митинг за создание приюта для бездомных животных Проблемы с пристанищем диких кошек и собак, в общем-то, есть Пока в городе работает лишь место для временного пребывания и реабилитации братьев наших меньших То есть после лечения специалисты фонда помощи бездомным животным, лучшие друзья Вынуждены отдать питомца в добрые руки Митинг в поддержку создания полноценного приюта прошел в парке культуры и отдыха в Горроще Человек не должен оставаться равнодушным к проблеме бездомных животных При этом в нашем городе до сих пор не существует специализированного приюта В поддержку инициативы о его создании в Рязани прошел митинг Полсотни добрых людей собрались у входа в Центральный парк культуры и отдыха С обращением к руководству города и области Ваша власть не хочет решать эту проблему Каждый год гибнут тысячи животных на улице, замерзают, их отстреливают Вы знаете вашу фирму Лайка, которая занимается отстрелом животных прямо на улицах В Рязани имеется некоммерческий фонд помощи бездомным животным, лучшие друзья Его по собственной инициативе организовала группа молодых ребят Но на свои средства и деньги, перечисленные неравнодушными гражданами, содержать такое количество животных, зачастую больных и травмированных, практически невозможно Власти, по словам активистов, в частных беседах выражают поддержку идеи строительства приюта Но ничего в этом направлении, а также для принятия закона о защите животных не делают Вопрос остался только за тем, чтобы областная дума приняла этот закон Областная дума не может принять, потому что министерство финансов требует Укажите определенную сумму, а сумма, закон определяет принципиальные положения Как в конституции записано, что каждый человек имеет право на пенсионное обслуживание Но там же не рассчитывается пенсия для каждого пенсионера В современном городе не должно быть такого количества бездомных животных, которые есть в Рязани Для многих граждан бездомные животные – это боль и отчаяние, вызывающие жалость, сострадание Для иных источник раздражения и даже злости Третий видит в них опасность и болезни Мы все разные, но хотим одного – проживания в городе, где нет на улицах бездомных животных Это цитата из текста официального обращения защитников бездомных животных к губернатору Олегу Ковалеву Такие простые слова, но как точно они отражают проблему маленьких бездомных бродяжек И отношение к ним нашего общества А сегодня состоялось награждение региональных лауреатов конкурса «100 лучших товаров России» Посвященное Всемирному дню качества и Европейской неделе качества Награду получила продукция Рязанского нефтеперерабатывающего завода Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании вошла в каталог «100 лучших товаров России» В номинации «Высокотехнологичное топливо» Награды удостоены два продукта РНПК Топливо для ракетных двигателей марки ТС-1 И дизельное летнее и межсезонное топливо стандарта Евро-5 Дипломы лауреатам вручили 8 декабря на конференции Посвященной Всемирному дню качества Которую организовал Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Продукция ЗАО РНПК каждый год становится обладателем престижной награды В программе «100 лучших товаров России» предприятие участвует с 1998 года Уже в первом итоговом каталоге рязанский бензин и серии «РЭК» вошли в число первых 100 победителей В этом году на суд региональной дирекции конкурса Рязанский нефтезавод представил высококачественное топливо Продукты широко и с успехом, применяемые в авиационной промышленности и на автотранспорте В текущем году у нас представлено два вида дизельного топлива Это летний и межсезонный И топливо для авиационной техники Топливо поставляется на московский авиаузел И, соответственно, практически треть самолетов, вылетающих из Москвы Это самолет, вылетающий на топливо, определенный в РНПК По дизельному топливу здесь также топливо, соответствующее наивысшему классу евро-5 Топливо полностью подходит для импортной техники Поэтому автолюбители могут быть спокойны, заправляясь нашим дизельным топливом на заправках Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробности Гостем студии стал глава Рязанской топонимической комиссии Николай Александрович Булычев Речь в беседе пойдет о названии улиц для новых микрорайонов Об установлении мемориальных досок, известных жителям Рязани Но не только об этом А на сегодня это все И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин